Пожарная часть Макулатуры здесь много. Вот только сейчас она никому не нужна. И, скорее всего, будет вывезена отсюда в ближайшее время просто как мусор. Рабочие, которые накануне разбирали здание по кирпичикам, сегодня вдруг остановили процесс. По словам местных жителей, они собрали инструменты и срочно уехали. Ну, так построено все. Да они не смогут разбомбить. Рука не поднимется? Нет. Ну, там кувалда даже, вы знаете. Вот они бомбят, бомбят. Это же старинное все. А надо что-то сделать из него другое. А теперь кирпичи? Ну, тоже не пожарку. Да хоть кафе какой-нибудь сделать. Пока местные жители спорят о том, что теперь будет на месте старинной пожарной каланчи, в архитектурном сообществе разразился настоящий скандал. Реставраторы говорят, что здание, построенное в 1937 году, хоть и не было памятником архитектуры, являлось достопримечательностью города и должно было быть отреставрировано. То, что произошло, это очевидно совершенно полнейшее вопиющее безобразие. Каланча – это само по себе определение доминанта. Это вертикаль. А еще в этом стиле это вообще уникальное совершенно. Помощник президента по историко-культурному наследию Олеся Балтусова опубликовала на своей страничке в соцсетях обращение. Цитата. «Увы, в Казани одной пожарной частью стало меньше. Несмотря на поручения, городу не сносить и не строить ничего в Слободе вне внимания комиссии президента. А ведь могли бы отремонтировать и приспособить. Не дорабатываем», – написала Балтусова. Адмиралтейская Слобода сейчас в зоне пристального внимания всего архитектурного сообщества. Ведь в этот тихий и ветхий уголок города было решено вдохнуть жизнь. Айгуль Низамудинова, Дмитрий Рыженко, телеканал Эфир. 25 лет в эфире. С вами и для вас.